Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – теги языка HTML для форматирования текста. По плану рассмотрим следующие вопросы. Теги форматирования текста, управление стилями шрифта, физические и логические стили, определение цвета в документе. В языке HTML установлены следующие правила. Весь документ набирается только текстовыми символами. То есть его можно набрать в любом текстовом редакторе, например, блокнот, wordpad. Символы конструкции, которые непонятны в браузере, игнорируются. В текст документа можно добавлять разнообразные команды, которые указывают, как следует изображать на экране тот или иной фрагмент текста или обеспечивают спецэффекты. Эти команды называются тегами. Они также, как и документы, набираются текстовыми символами, но отделяются от него угловыми скобками. Пайл со HTML-кодом должен помечаться расширением HTML или HTML. Структура тегов. Каждый тег обязательно содержит пару угловых скобок, между которыми находится ключевое слово, обозначающее основные функции тега. Например, ключевое слово HR в теге HR означает, что тег вставляет в документ серую горизонтальную линию по всей ширине страницы и толщиной в один пиксель. Действие тега детализируется с помощью атрибутов. Например, применительно к тегу HR можно уточнить, с какой длины толщины, цвета должна быть линия. Атрибуты размещают после ключевого слова и перечисляются в произвольном порядке через пробел. После каждого атрибута ставят знак равенства и нужные значения. Например, следующий тег означает, что в документ следует вставить горизонтальную линию, которая должна доходить только до середины строки и иметь ширину не 1, а 4 пикселя. Многие теги являются парными. Открывающий тег включает какое-нибудь действие, закрывающий перекрещает его. В этом случае ключевое слово у обоих тегов одинаковое, но в открывшем теге дополнительно перечисляются все необходимые атрибуты, а в закрывающем атрибутов нет, и перед ключевым словом ставится знак слэш. Парные теги называются контейнерами. Например, следующий контейнер означает, что текст в пределах этого контейнера следует изобразить ширинным шрифтом, а дальнейшие символы так, как до него. В разделе тела документа размещается содержание документа, которое выдается в рабочее окно браузера. Атрибуты тега body задают следующие свойства. Текст, цвет текста, там, где он не указан специальными средствами. По умолчанию черный, биджи колор, цвет фона, по умолчанию белый, бекс граунд, фоновое изображение. Аналогичную рисунку на рабочем столе с значением является URL файл изображения, LINK, V-LINK, ALINK, соответственно, цвета непосещенных, посещенных и активных в данный момент гиперсулок. Здесь приведен пример для тега body с применением атрибутов. Теги логической разметки. В первом столбце изображены теги, и во втором – описание. Все эти логические теги мы можем использовать при написании веб-страниц, применять их. Каждый, соответственно, имеет определенную свою спецификацию для применения. Основные теги физической разметки имеют следующий вид. Значит, теги эквивалент строн, биг увеличение размера шрифта, а эквивалент и м, смал, тег обратный, тегу биг. Далее, применяем с для подчеркивания, сап, чуть меньше размер шрифта, верхний индекс, сап, нижний индекс, тт, моноширинный шрифт, он тоже подчеркивает текст. Содержимое вышеупомятанных тегов, любые элементы, допустимые в тексте, употребляются, могут везде, где применяются элементы, относящие к тексту. Значит, если перейти к тегам форматирования шрифта, значит, можем перечислить следующие. Значит, жирный шрифт, можем писать курсивом, подчеркиванием, перечеркнутым шрифтом, большим размером, меньшим размером, подстрочным, надстрочным индексом. Далее, для шрифта есть свой специальный тег фонд. Значит, с его помощью можем изменить тип, цвет, размер шрифта. Атрибуты тегов фонд. Это size, размер букв, возможными значениями является от 1 до 7, по умолчанию имеет значение 3, color, цвет шрифта, можно указывать его 16-ти речным кодом или английским словами, по умолчанию black, фейс, изменение типов шрифта, возможные значения areal, times new roman, по умолчанию имеет значение вердана. Теги могут комбинироваться, но при этом надо следить, чтобы контейнеры имели вложенную в структуру. Контейнер открытый позже должен быть закрыт до того, как будет закрыт внешне. Например, для комбинации жирного и наклонного шрифта можно использовать следующий код. Значит, при использовании этого кода на браузере появится слово «пример» курсивом и жирным шрифтом. Помимо перечисленных высших тегов, существует 6 контейнерных тегов, удобных для оформления заголовков от H1 до H6. Заголовки отличаются от текста и между собой толщиной и высотой. Если заголовок H1 – это самый крупный символ, то H6 – это самый мелкий, а также увеличением интервала по вертикали между заголовками и прочей информацией. Атрибута управляет выравниванием заголовков по горизонтальной. По умолчанию он принимает значение left, другие значения – это центровый right. В следующем примере, значит, мы применили для данного текста, вот, в пример, лабораторная работа, для него применили заголовок H4 и применили атрибут, центрировали этот текст. Теги выделены, выделение смысловых частей текста. Значит, абзац в тексте выделяется контейнером p. Тут также имеется атрибут aligand, задает выравнение по горизонтали, по умолчанию он принимает значение left, другие возможные значения – это central right, при просмотре браузером абзаца, отделяясь друг от друга пустой строкой. Значит, тут приведен пример, значит, для каждого из вышеуказанных атрибутов. Значит, в первом случае атрибут не указан, он будет слева центрировать, во втором он вставит центр текст и в следующем примере он вставит его справа. Чтобы перейти на новую строку, не вставляя пустую строку в тексте, применяется тег br, закрывающего тега у него нет. Иногда полезно разделить смысловые части документа, горизонтальные черты. Это делается с помощью одиночного тега hr, его атрибут size, толщина линий в пикселях, по умолчанию имеет единичный пиксель white, длина линии в пикселях, или процентах от ширины экрана, по умолчанию 100%, легенд выравнивая линии, возможное значение left, center, right, по умолчанию left, color, цвет линии, возможное значение, либо записываем шестнадцатиричным кодом, либо используем английские буквы, по умолчанию grey. Следующий атрибут, линии рисуют без тени, по умолчанию тень есть. Значит, тут приведен использованный два тега br и hr, значит, в окне браузера мы можем увидеть следующий, значит, первый текст он будет записывать жирным шрифтом, далее у нас идет подчеркивание, затем идет текст, и в конце также мы использовали подчеркивание с размером 4, контейнер блок куэйт, используется для того, чтобы добавить к выделенному им тексту поля со всех четырех сторон, сверху и снизу по пустой строке, слева и справа шириной в пять знаков. Еще один полезный контейнер P.R.E. Значит, предварительно форматированный текст. Обычно браузеры при выдаче текста на экран учитывают цепочки идущих подряд пробелов только первые и игнорируют символы конца строки, однако, что находится в контейнере при выводе в окне браузера точно так, как оно расположено в коде HTML. Спасибо за внимание. На сегодняшней лекции мы рассмотрели вопросы, касающие форматирование текста, теги форматирования текста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!